Виталий Хемий 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 Вопросы первичных средств пожаротушения, то есть огнетушителей, они либо отсутствуют, либо требуют перезарядки. Таких нарушений достаточно много. Самое необходимое, которое должно находиться на территории этих заведений, оно отсутствует или находится в очень плачевном состоянии. Это касается и эвакуационных выходов, которые зачастую закрыты на замок, заставлены какими-то шкафами, хламом, всем чем угодно, но только не тем, чем надо. Такие выходы должны быть открыты, в случае необходимости туда должны выйти люди, дети, все кто угодно. То есть такое количество вопросов, их достаточно огромное количество. Для вас не секрет, что во многих школах на первом этаже, например, окна зарешочены. Этот вопрос сегодня поднимался на комиссии, губернатор об этом говорил, что это самое элементарное. Если, допустим, установка пожарной сигнализации или система пожаротушения требует каких-то вложений, действительно, это, скажем так, недешевая мера противопожарного воздействия, то, например, решетки на первых этажах, а то и на вторых этажах, это, естественно, недопустимо. Потому что в случае эвакуации, в случае необходимости задымления того же первого этажа любого такого заведения, люди через окна не смогут эвакуироваться. То есть убрать решетки, очистить эвакуационные выходы, привести в состояние, в надлежащее состояние первичные средства пожаротушения, то есть их либо перезарядить, либо закупить новые, это хотя бы самые элементарные, самые необходимые первоначальные какие-то меры. И уже постепенно потом с каким-то финансированием учреждений образования, допустим, медицины, то можно будет устанавливать и пожарную сигнализацию с выводом на, естественно, пульты лицензионных фирм. А в дальнейшем губернатор заострил на это внимание, что это должны быть выводиться системы пожарной сигнализации не на фирмы, вот эти частные фирмы, а напрямую на пульты службы 101. Вопрос такой, вот вы говорите, 33% подобных учреждений, где есть массовое скопление людей, соответствует всем нормам. Есть ли у ваших коллег-спасателей, у руководящего состава вписывать предписание, чтобы не допускать к работе такой объект, или можем только рекомендовать, чтобы он не принимал людей, учеников, пациентов, больных? Это ведь игры с огнем в прямом переносном смысле, работы таких учреждений. Конечно, и в ходе этих проверок, а после утверждения список объектов, и время проверок будет официально увидеть на сайте главного управления. В ходе этих проверок инспекторским составом, который будет проводить эти проверки, будут выписаны соответствующие предписания на устранение недостатков. Ну и потом будут приниматься меры, потому что за 2017 год в ходе проверок было выдано более 27 тысяч пунктов нарушений выявлено. То есть это огромное количество, это по всей области. И я думаю, что будут приниматься меры для решения этих вопросов, для устранения этих недостатков. Я думаю, все полномочия будут для этого. То есть радикальные меры не рассматриваются? Закрыть объект, потому что здесь все решетки, нет огнетушителей, все плохо. Как может вообще здесь учиться дети отдавать свой ребенок в эту школу или детский сад? Я думаю, что все-таки на местах руководителей этих директора, руководителей медицинских учреждений, объектов отдыха и оздоровления людей, я думаю, что они все-таки адекватные люди. Они понимают, что на их территории находятся люди в большом количестве, дети, среди них дети. Они ответственны в свою очередь. И они ответственны в первую очередь. И по случаю с Викторией, когда за противопожарную безопасность отвечал непонятно кто, скажем так, или вообще человек не отвечал, на нее повесили это, разберется следствие. Но в первую очередь за противопожарную безопасность должен отвечать руководитель этого учреждения, руководитель этого предприятия или заведения. Лично он отвечает за противопожарную безопасность, тогда будет на нем какая-то ответственность. То есть мы будем знать, что если он руководитель, он отвечает за пожарную безопасность, значит на нем висит огромная ответственность за жизнь и здоровье детей, взрослых. И тогда этот человек будет с пониманием относиться к этому, и тогда на территории его учреждения будут и огнетушители, и будет внутренний водовод, будет целостности огнетушителей, будут работать эвакуационные выходы, они будут открыты в случае необходимости эвакуации людей, будет водоснабжение на территории. Они за километр. Да, а не за километр. То есть на этом человеке будет висеть какая-то ответственность, причем ответственность, скажем, в случае, не дай его какой-то ситуации, уголовная потом. Этот человек будет за это отвечать, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы оказать какую-то помощь руководителям. Ну, такие вот проверки будут проходить, надеемся, что они дадут какой-то результат. О самих проверках хочется также поговорить. Сетовали на то, что проверки зачастую в таких учреждениях носили формальный характер. Бывало даже такое, что могут не пустить проверяющего, потому что подумают, ну это не проверяющий, а человек пришел просто, ну извините, наживиться. Не пустим. Как сделать так, чтобы проверки приносили эффект? Ну, во-первых, мне кажется, что предупреждение нужно или не нужно, потому что когда все это происходит неожиданно, тогда ты видишь реальную картину. А когда ты сообщаешь, что мы через неделю приедем, тут и огнетушитель появится, и песок, и вода, и вообще все хорошо. Ну, будет ли это реальная картина? Я думаю, что картина будет. После вот этого случая, трагического случая, я думаю, что очень многие задумались о том, что, и я знаю руководителей таких учебных заведений, которые уже звонили, обращались. Люди заинтересованы в том, чтобы у них был порядок. Я надеюсь, что все-таки у нас не совсем все запущено в нашей стране. Я думаю, что будет порядок, а то, что, думаю, если такой график даже будет, проверок, то люди будут к этому готовиться, они будут заранее все исправлять до прихода, допустим, сотрудников нашей службы. Ну, как-то будет в порядке, а мы со своей стороны будем и подсказывать. И сегодня и руководитель области сегодня заострял на этом внимание, это проведение. Оно и проводится таких занятий не только с детьми, а занятий с персоналом той же школы, персоналом того же медицинского учреждения, как действовать в той или иной ситуации. Мы будем эту работу только усиливать. И я думаю, что это принесет свои плоды, и таких чрезвычайных ситуаций у нас будет как можно меньше или вообще не будет. В годы моей юности, скажем так, школьной молодости раз в год обязательно проходило такое мероприятие, как гражданская оборона, когда всех школьников в таком вот полушутливом варианте чрезвычайного происшествия вводили на школьный стадион, мы там строились, назевали противогазы или вот на марлевые повязки. Был также урок охраны безопасности жизнедеятельности. Ну, я подчеркиваю, вот никто, практически никто, а было это уже 15 лет назад, серьезно что-то не воспринимал. Ну, вот как-то, ну, формально пошутили, побегали. Как вот этому вот инструктажу по технике безопасности в любой форме, да, придать более серьезный, что ли, ответственный вид, и чтобы это как бы действительно проходило внутрь человека, а не так, вот пришел лектор, что-то вот прочитал, отторванил, ушел, все забыли. Очень важный момент. Это очень важный момент, мы давно уже обратили на это внимание, поэтому, как таковых лекций, просто приходя в класс, мы стараемся не проводить. Есть уроки, которые проводят, собственно, сами преподаватели, сами учителя, есть уроки по безопасности житедеяльности, если не ошибаюсь, такой предмет шкули есть, они проводят это самостоятельно. Мы им идем в помощь, мы им оказываем и методическую помощь, и практическую помощь. На протяжении уже нескольких лет мы проводим отработки, допустим, мы приезжаем в школу, не проводим урок какой-то с одним-двумя классами, это полностью посвящаем примерно один-два урока с элементами эвакуации всей школы, проведение практических занятий на улице с привлечением нашей пожарно-спасательной техники, с привлечением наших юных спасателей, которые показывают правильность эвакуации со второго, с третьего этажа школы, наши сотрудники показывают способы тушения огня, различные способы огнетушителям, допустим, разные способы, скажем, тушения огня, это оказание первой медицинской помощи, это правила обращения с теми, допустим, боеприпасами, теми небезопасными находками, ну, скажем так, боеприпасы, это наши пиротехники проводят, то есть мы оказываем целый спектр вот таких вот, то есть за одно занятие такое огромное с привлечением всего коллектива школы. Туда привлекаются, мы это проводили вот в прошлом учебном году, мы очень часто выезжали освещать такие мероприятия, они не идут специально показательные, скажем так, многие очень говорят, вы для телекамеры проводите, ничего подобного. Мы иногда выезжаем отснять какой-то материал, эти занятия проходят по всему городу, проходят по всей области, куда привлекаются и наши сотрудники, и привлекаются, допустим, на базе одной школы проводятся такие сбор всех директоров района, Суворовского, Приморского, Малиновского, приезжают все директоры школ, на глядном примере они смотрят, как правильно проводить эвакуации для того, чтобы провести у себя. Через какое-то время они проводят у себя, то есть мы делаем показательную, скажем так, съемку, а на самом деле практически это проходит во всех районах города и области. То есть именно вот такие крупные масштабные занятия, где дети сами могут попробовать и с пожарного ствола потушить пожар импровизированный, где могут помочь оказать медицинскую помощь, где могут померить тоже противогаз или какие-то еще средства защиты. То есть дети сами наглядным примером смотрят, как это все происходит. Считаю, эти занятия гораздо эффективнее, чем обычные лекции, хотя и лекции тоже проводят, в том числе мы проводим, и будем проводить, и будем усиливать эту работу с родителями в школах. Это общешкольные, опять-таки, чтобы не минимизировать это дело, там, допустим, это собрание родителей одного класса. Нет, это общешкольные собрания, которые мы пытаемся родителям объяснить, для того, чтобы не только мы должны учить, не только учителя должны учить, но и дома также должны учить детям пожарной безопасности, вообще безопасности жизнедеятельности ребенка. Туда включают даже, скажем так, и правила поведения просто на улице, и на воде, то есть все полностью правила, не только пожарной безопасности. Поэтому эта работа проводится, и мы ее будем усиливать, мы будем ее проводить дальше. Это касается не только учебных заведений, это касается медицинских учреждений, это касается взрослых, скажем так. По мере возможности мы будем это проводить, или проводить с определенной категорией людей, чтобы они в дальнейшем могли это рассказывать уже своим сотрудникам, потому что объять необъятное просто мы не сможем. То есть делаем все возможное для того, чтобы как-то внедрить всю эту систему, чтобы она работала, эффективно работала. Успехов желаю вам, вашим коллегам в образовательной важной деятельности. Приходите с хорошими новостями, с разными новостями. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.